Hey guys! В этом видео я расскажу о кремниевой долине Silicon Valley. Почему она настолько кремниевая, а не силиконовая? Расскажу о том, как на самом деле должен был называться Google. Познакомлю вас с местом, где рождаются все самые крутые технологические новинки. Расскажу пару секретов, как сюда попасть и в чем же самый главный секрет успеха. Вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom. Меня зовут Кристина. Погнали! Мы с вами находимся в технологической столице мира – Кремниевой долине. А это всемирно известный университет Стэнфорд. Именно его заканчивали 31-й президент США Герберт Гувер, а также основатели таких известных компаний Кремниевой долины, как Сергей Брин, Google, Хьюлитт и Паккарт, HP, основатель Instagram, Snapchat и даже Nike. Всего выпускники Стэнфорда основали более чем 18 тысяч компаний с годовым оборотом более чем в 2,7 триллиона долларов. Я даже не могу представить себе эту цифру. Итак, долина все-таки Кремниевая. Весь секрет путаницы в одной букве. Дело в том, что в английском языке есть два слова – Silicon and Silicon. Первое – это Кремний, а второе, собственно говоря, тот силикон, о котором все подумали. Ни для кого, ни в секрет, чем известно это место – в Кремниевой долине находятся все самые крутые технологические компании мира. А также здесь находятся два самых известных гаража в мире. Это гараж Хьюлитт Паккарт и гараж Стива Джобса, где в 1976 году был собран первый Macintosh. Если кто-то еще знает, чем известно Кремниевая долина, пишите в комментариях. Кстати, у меня для вас есть интересный квиз. Все, кто начинает учить английский, рано или поздно задается вопросом, какой вариант английского им больше нравится – американский или британский. Именно поэтому у нас есть для вас квиз, с помощью которого вы сможете определить, кто вы – американец или британец. Ссылка на квиз будет в описании или вот здесь в углу. Быстрее переходите по ссылке и делитесь комментариями, кто же вы – американец или британец. А при чем же тут Стэнфорд? Дело в том, что после Второй мировой войны сюда начало приезжать намного больше студентов. Университету срочно потребовались деньги, но при этом сам университет обладал огромной территорией – больше, чем 32 квадратных километра. Один из профессоров, Фредерик Терман, которого, кстати, называют отцом Кремниевой долины, предложил сдавать эти земли в качестве офисного парка, а самим студентам предложил открывать здесь свои собственные компании. И первыми, кто его послушал, были как раз Хьюлитт и Паккарт. И да, именно HP считается первой компанией Кремниевой долины. Кстати, знаете, как Хьюлитт и Паккарт решали, чья фамилия будет стоять первая? Они подбросили монетку. Паккарт, как вы поняли, проиграл. В общем, как вы уже поняли, Стэнфорд сыграл одну из ключевых ролей в становлении Кремниевой долины. Вообще, что касается развития технологий, это именно то место, откуда они начали развиваться. Потому что в 20 веке был послан первый сигнал с корабля на берег именно в Бэй-эре. Также отсюда начал развиваться интернет. Знаете, кто стал первым инвестором Кремниевой долины? Миноборона США. Именно оно финансировало разработку микрочипов здесь, на территории будущей Кремниевой долины. Называться Кремниевая долина стала из-за использования кремния в изготовлении микрочипов и других разных приспособлений, которые используются, например, для того, чтобы собрать вот этот вот самый айфон. Ну и еще одна причина, по которой Кремниевая долина именно здесь, это идеальный климат. Посмотрите вокруг пальмы, апельсиновые деревья и просто вечное лето. Кстати, если вас интересуют другие факты о Кремниевой долине, дайте знать в комментариях, и я сделаю на эту тему отдельное видео. В общем, не буду вас долго грузить истории. Сейчас в Кремниевой долине находятся штаб-квартиры таких компаний, как Apple, Google, Instagram, Facebook и многие-многие другие. Сюда приезжают люди, которые хотят изменить мир, ну и, конечно же, заработать немножко денег. Конечно, все не так сладко, как рассказывал Дудь, потому что 500 тысяч долларов в год здесь получают только топовые сотрудники. Но, если вы молодец и классно знаете английский, то здесь можно уже в первый год зарабатывать до 150 тысяч долларов в год. Но вы даже представить себе не можете, сколько же здесь людей из стран СНГ, которые говорят на русском языке. Секрет их успеха, конечно же, немножко амбиции и везения, но самое главное – знание английского языка. Если вы хотите попасть в Кремниевую долину, то стоит начать учить английский уже прямо сейчас. Не спешите искать языковые курсы у вас в городе, а лучше воспользуйтесь возможностью и посетите урок английского с преподавателем по Skype в EnglishDom. Там вы с интересом и комфортом сможете общаться с преподавателем исключительно на английском. Почему с комфортом? Да потому что вам не нужно никуда идти, вы будете учить английский у себя дома и в удобное для вас время. Кроме преподавателя, у вас еще будет интересный современный учебник, где будут собраны задания под разные уровни английского и по интересам. Например, если вам интересно учить английский по Мстителям из Марл, пожалуйста. Самое важное, что первый урок абсолютно бесплатный, поэтому вам ничего не мешает уже прямо сейчас зарегистрироваться по ссылке в описании или вот здесь. Ну а мы продолжаем. Видите эту надпись наверху? Да-да, это именно то, о чем вы подумали. Это штаб-квартира компании Google. Штаб-квартира Google называется Google Plex, это огромная территория, она похожа на рекреационный парк. Здесь огромное количество белок и разных растений, и в общем, это реально выглядит очень круто и вдохновляюще. А вы знаете, кто основал компанию Google? Зовут этого человека Сергей Брин. Родился он в Москве и в возрасте 6 лет переехал в Америку. И закончил он, вы не померите, он закончил магистратуру именно в Стэнфорде. Именно в Стэнфорде он познакомился со своим будущим коллегом. Именно там Сергей Брин познакомился с другим аспирантом-математиком Лэрри Пейджем, с которым они в 1998 году основали корпорацию Google. Сначала это была поисковая система, которая работала исключительно в стенах университета. Более того, ребята сначала даже не подружились, а потом создали вот такую крутую корпорацию. Вот так два студента-программиста превратили университетскую разработку в широкомасштабный бизнес. Новая система получила название Google, что означает единица со ста нулями. А вот Google она начала называться исключительно из-за ошибки. Когда молодые люди искали инвесторов, откликнулся только один, сейчас прочитаю его имя, Энди Бехтальшай, надеюсь правильно, глава корпорации Sun Microsystems. Он поверил молодым людям и дал им деньги, но когда выписывал чек на кругленькую сумму, немножко ошибся и написал не Google, а Google. С тех пор система начала называться именно Google. Кстати, много русскоговорящих людей продолжают неправильно произносить известное на весь мир название брендов. Если хотите узнать, как правильно, просто дайте знать об этом в комментариях, и я сделаю на эту тему отдельное видео. Посмотрите, какая прелесть. До карантина в Кремниевой долине была огромная нехватка классных IT-специалистов. Когда мой муж менял работу, ему сделали предложение сразу в две компании, поэтому ему даже пришлось выбирать. Сейчас, конечно, карантин, ситуация немножечко другая, но он же когда-нибудь закончится, поэтому у вас пока есть все шансы и время подучить английский, стать классным IT-специалистом или даже, возможно, начать работу онлайн, чтобы потом приехать сюда уже классным, крутым специалистом с отличным знанием английского языка. Вы даже представить себе не можете, сколько здесь русскоговорящих ребят. Я здесь живу уже второй год, и за это время ни разу не было ни дня, когда бы я на улице в супермаркете не слышала бы русскую речь. Более того, когда я переехала в Америку, я сразу же пошла на курсы английского языка. И в первый же день наш титчер спросил, «Кристина, ты знаешь, что в твоей группе есть тоже девочка Кристина, только со Львова, но тоже из Украины?» В общем, я обалдела, и таки да, на следующий день эта девочка пришла, мы познакомились, вот и начали общаться. Кстати, как-то вот так выглядит типичная деревня в Кремниевой долине. Похоже на рай, правда ли? А теперь пару советов о том, как же можно сюда попасть. Вариант номер один, можно приехать сюда учиться, например, поступить в Стэнфорд. И да, не обязательно быть гением для того, чтобы поступить в Стэнфорд. Для этого достаточно быть просто активной личностью, потому что Стэнфорд любит именно таких студентов. Конечно, для этого необходимо также знать английский, сдать TOEFL минимум на 100 баллов из 120. Еще один вариант, можно приехать сюда на лето по студенческой визе, подучить английский, но учтите, что даже для этого варианта ваш английский должен быть не ниже уровня Intermediate, просто для того, чтобы вы понимали все, что говорит и объясняет вам учитель. Следующий вариант, вы можете приехать сюда работать, например, получить визу H1B. Пока, конечно, выдачи таких виз временно приостановлены, но рано или поздно карантин закончится, поэтому у вас как раз есть время и шанс для того, чтобы подучить английский, ну или стать классным специалистом в сфере IT, например. Более того, компании, которые занимаются оформлением виз H1B, вам могут даже оплатить перелет, проживание на один месяц и даже аренду машины на первое время, чтобы вы переехали, чувствовали себя максимально комфортно. Так что дерзайте, учите английский, вот, и развивайтесь, будьте классными специалистами. Третий вариант, вы можете попытать удачу в лотерее Green Card. Мы с мужем пробовали, у нас, к сожалению, не получилось, но ничто не мешает попробовать вам. Может быть, как раз у вас получится в следующем году выиграть себе Green Card и переехать сюда, в Америку, таким способом. И четвертый вариант. Сейчас весь мир переходит на формат удаленной работы, поэтому у вас есть шанс уже сейчас попасть в Кремниевую долину. Более того, конкурсы стартапов сейчас проходят онлайн, поэтому если есть у вас крутая идея какого-нибудь проекта, вы можете ее воплотить просто сидя у себя в квартире. Ну и пятый вариант. Это, конечно, я шучу, хотя мало ли, может быть, кто-то воспользует таким вариантом. Можно выйти замуж, вот, и переехать таким образом в Америку. Можно найти жениха себе прямо здесь, в Америке. Можно найти себе умного мужа, который впоследствии получит визу H1B и тоже перевезет вас в Америку. В общем, для любого из вариантов, даже если вы планируете быть просто безработной женой айтишника, вам все равно нужно знать английский язык. Поэтому, ребята, начинайте учить его или продолжайте учить его уже сейчас. Вообще, Калифорния – это место, где даже кассир или парикмахер может позволить себе крутую тачку и самый последний айфон. Кстати, при желании здесь вообще можно не работать. Я, конечно, ни в коем случае не агитирую, но бездомные в Сан-Франциско получают 400 долларов пособия. Помимо этого, их обеспечивают ночлегом, продуктами всем необходимым. Более того, во время карантинах даже растили по гостиницам и спонсировали марихуаной и алкоголем. Вот такие вот дела. В целом, Калифорния – это вечное лето, пальмы, серфинг, океан, Голливуд, много классных людей и таких прекрасных маленьких деревушек. Но Америка не ограничивается только одной лишь Калифорнией, а Калифорния – одной лишь сферой IT. Поэтому, если вы хотите узнать о каком-то определенном городе в Америке немножко больше, дайте об этом знать в комментариях, и я сделаю об этом отдельное видео. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, а если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. Ну, а я напомню, что начать учить английский вы можете уже прямо сейчас с преподавателем по Skype. Все, что для этого нужно, это нажать на кнопку, которую вы сейчас видите на экране. Напомню, что первый урок абсолютно бесплатный. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!